Всем привет! Сегодня урок про лид-магниты, типы лид-магнитов и их примеры. Мы поговорим про то, что такое вообще лид-магнит, зачем он нужен, как он работает, типы и форматы лид-магнитов, примеры лид-магнитов, как создать лид-магнит. И в конце я отвечу на ваши вопросы. Что такое лид-магнит и зачем он нужен? Лид – это потенциальный клиент, лид-магнит – это то, что привлекает этого потенциального клиента. Подробнее на этом слайде описано. У вас есть, к примеру, ваша записная книжка. Ваша записная книжка ваших, к примеру, коллег по прошлой работе, ваших знакомых, друзей, друзей, с кем они так или иначе пересекались, ваши подписчики в ваших социальных сетях. Соответственно, это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, в YouTube, если вы когда-то какие-то видео размещали. Если у вас есть подписчики, все это люди, которые интересуются вами, вашим творчеством, либо какой-то темой. И это, как правило, набор людей, особенно если вы раньше не позиционировались как эксперт в какой-то нише, как тот, кто имеет такую экспертность в чем-то, которой он делится, то вам нужно отфильтровать из всего вашей записной книжки, телефоны, в WhatsApp, во всех ваших социальных сетях, вам нужно отфильтровать тех, кому интересна ваша тема. Соответственно, и вы создаете лид-магнит. Вы создаете лид-магнит, это, как правило, какой-то призыв что-то сделать. Это часто либо через посадочную страницу делается, либо вообще какой-то пост, и говоришь, подпишитесь, нажмите на ссылочку. То есть в этом случае вместо ланда, ленд – это то, куда ты приземляешь человека. И вместо ланда это может быть просто прямая ссылка, прямая ссылка, вот оставь свой телефон или пройди анкету. То есть есть упрощенные форматы. Но тогда роль ланда выполняет анкета, к примеру, Google Forms, либо вообще ссылочка, по которой люди, там, Excel-файл, в который люди оставляют свои контакты. Либо это такое, напиши мне в личку. Тогда ленд – это приземление. Тогда вы приземляете сообщение в личку, и там набираете базу. То есть вот в сегодняшнем уроке я буду фокусировать вас на том, как вам собрать первую свою базу, и вот благодаря, ну, через лид-магнит. Соответственно, лид-магнит – это какая-то ценность, потому что, ну, вот у вас есть подписчики, у вас есть какие-то ваши коллеги с прошлой работы, и вы решаете делать онлайн-школу йоги. И вам нужно дать какую-то полезняшку и отфильтровать из всех ваших контактов, кому потенциально интересна йога, либо кому потенциально интересно раннее развитие детей. Соответственно, и вы говорите, ребята, вот даю вам чек-лист, либо еще о форматах мы отдельно поговорим, даю вам полезняшку, ценность вокруг йоги или вокруг раннего развития детей. И вы всем, и вот если у вас мало подписчиков, вы, чтобы увеличить, вы пишете своим друзьям, соседям, родственникам, и говорите, слушай, вот если тебе это интересно, подписывайся, а если интересно или неинтересно, непринципиально, может быть, у тебя есть какие-то друзья, кому интересно, можешь, пожалуйста, я хочу транслировать ценности, я хочу делиться своей экспертностью, я хочу давать пользу людям, поэтому разошлитесь, пожалуйста. Поэтому вы первое время стараетесь без денег собрать первую базу. И собрать человек 100 достаточно легко по ближайшему кругу. То есть там работает, как правило, такой подход. У вас есть там 5 более-менее близких друзей, которым вам сопереживают, вашему творчеству, хотят вам помочь. И вы просите их, чтобы они нашли 5 человек, которых они близки, и рассказать, что вот моя подруга Нюрочка, она занимается проектом по йоге или по раннему развитию, давай ее поддержим, зарегистрируйся, пожалуйста, если тебе интересно, если неинтересно, то вот кто потенциально интересен, да. И как правило, вот 5 контактов, они приносят еще по 5 контактов. Таким образом у вас в базе появляется 25 первых лидов, то есть потенциальных клиентов, интересантов, подписчиков. И в свою очередь уже с ними вы говорите, слушайте, давайте расширимся, давайте там вот я сейчас провожу такой-то там мастер-класс, либо лайф, но я его проведу, если на нем будет 100 человек. Поэтому вот сейчас уже 25, пожалуйста, приведите каждый там по 5 друзей. И смотришь, и у вас постепенно там появляется база 100 плюс подписчиков. Вот, естественно, здесь нужно хорошо понимать людей, до этого часто перед тем, как вообще им что-то предлагать массово, там 25 человек, это уже много. Нужно сначала позвонить нескольким из них, хотя бы человеком 5, и прояснить, насколько им интересно, а что бы им конкретно было интересно. Вот, и таким образом вы постепенно наполняете базу и начинаете с ней взаимодействовать. Соответственно, рабочие ваши инструменты, то, что у вас есть в вашей соцсети, если там даже мало подписчиков, там 100-200, 500, то там, ну, часто старты на несколько сотен тысяч рублей проходят с количеством подписчиков, там 400 подписчиков. Потому что, как правило, это все равно те люди, которые вам доверяют, им интересно, что вы думаете, как вы думаете. И если правильно начать с ними взаимодействовать, то оттуда будут клиенты без рекламного бюджета, и не нужно иметь большого количества подписчиков. Соответственно, про то, про форматы и типы лид-магнитов мы говорим попозже, но вот у вас есть магнит, и вам нужно из вот всех, всего многообразия контактов, где у вас какие-либо есть с кем-либо, вам нужно вытащить интересантов, и интересантов вы вытаскиваете, вы берете либо e-mail, либо e-mail и телефон, либо, говорите, я вот начал вести телеграм-канал на такую-то тему, подписывайтесь. Либо вы говорите, напишите мне личное сообщение. Это тоже, то есть первые клиенты, вы вообще можете с ними взаимодействовать через личные сообщения. Завести таблицу продаж, где вы будете фиксировать каждого из потенциальных клиентов, и этап, на котором этот потенциальный клиент находится с вашим взаимодействием. Поэтому личные сообщения на начальном этапе это очень работающий инструмент, когда вы познаете человека. И вы можете говорить, ну вот вы в Фейсбуке написали, «Ребят, я собираюсь или я провожу бесплатные консультации на такую-то тему, хотите получить консультацию, пишите мне личное сообщение. Сделайте это прямо сейчас, потому что людей будет много, а те, кто быстрее напишут, с теми быстрее пообщаемся. Обещаю принести такую-такую-то пользу». Соответственно, люди начинают вам писать, и тем самым у вас появился вот такой лид-магнит, и вы его приземляете, то есть лид-магнит это предложение бесплатной консультации, и вы его приземляете даже не на посадочную страницу, а в личное сообщение вам. И тем самым вы делаете первый шаг к вашей практике, к вашей онлайн-школе, тем, что вы начинаете консультировать и понимать клиентов. Потому что если вы только начинаете свой путь в интернет-бизнесе и двигаетесь к онлайн-школе, то часто проблема в том, что люди, продюсеры, они не понимают клиентов, а понимание приходит через взаимодействие с клиентами, через общение. Также вы можете подписывать людей на чат-боты, и вы можете подписывать, просто говорить, подпишитесь на меня, и дальше вы можете их прогревать своими постами. Но важно понимать, что соцсети сейчас хитрые, и они показывают посты далеко не всем. Поэтому подпишитесь на мои соцсети, работают уже при более массовых историях, а при бутиковых эффективнее просить написать личные сообщения. Еще важно понимать, что лучше не делать несколько сообщений сразу, типа и подпишитесь на соцсети, и напишите мне в личку. Тогда высокая вероятность, что люди не сделают ни то, ни то. Есть такое понимание, как тоннель, людям нужно как лошади, чтобы она видела только дорогу, по которой идет. А когда ты ее раскрываешь, она начинает бояться, дефокусироваться, и написать сюда, и сюда, и человеку уже все сложно, у него энергия тратится на выбор, и он может остаться без выбора. Примеры, соответственно, где мы размещаем лид-магнит. Вот, соответственно, есть Инстаграм Сергея, есть Инстаграм мой, есть Инстаграм Акселя, как компания, и там, так или иначе, очень много коммуникаций для пространения доверия, где мы делимся экспертностью, и где мы делаем лид-магниты. Соответственно, вот бесплатный мастер-класс, помогу заработать на знаниях, бесплатный вебинар, как открыть свою онлайн-школу. Естественно, все это плюс-минус транслируется и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. То есть, вот вы видите мой Фейсбук, там тоже, как создать онлайн-школу, плюс кавер, бесплатный мастер-класс. У Сергея, соответственно, там 13-8 тысяч подписчиков, и вот по срединке это страничка Аксель. И там тоже там размещается какой-то полезный контент, либо лид-магниты, либо контент, который снимает возражения людей перед покупкой. Есть YouTube-канал, где 32 тысячи подписчиков, есть медиапортал. Вот, соответственно, вы сейчас видите меню медиапортала, и на медиапортале масса статей полезных. Они же являются часто и лид-магнитами, они же, и в них лид-магниты внутри зашиты, то есть можете перейти на наш портал zxl.ru и почитать кейсы, к примеру, резидентов, вы увидите, что, как правило, в статье два лид-магнита. Это бесплатный мастер-класс, либо консультация. Вот, и часто мы людей греем и через портал, и через соцсети, то есть такое, это мультисистема. Вот. Вам сейчас не нужно думать вот про эти все взаимосвязи, я просто показываю это больше как пример. Сейчас давайте сфокусируемся над типами и форматами лид-магнитов, чтобы вы могли выбрать, что из этого вы можете для себя, какой вы можете сделать.